Мафия 2, Старкрафт 2, World of Warcraft, Диабло 3, а также управление играми силой мысли, как Вин Дизель прокачивает тачки. Это и многое другое в программе... Привет, меня зовут Макс Васильев, я поздравляю вас с наступившим 2009 годом. Не знаю, кому что подарили, а вот мне на Новый год презентовали новую виртуальную студию с искусственным интеллектом. Говорят, что тут можно делать все, что душе угодно. Связываться с любой точкой мира, материализовывать гаджеты и так далее. В общем, сегодня все и проверим. Для начала давайте поговорим о моде. Да-да, в игровой индустрии она тоже существует. Каждый год обязательно появляется какой-нибудь новый тренд. Что будет популярно в этом, ни мне, ни искусственному интеллекту, к сожалению, знать не суждено. А вот что подарил нам 2008-й, давайте посмотрим. Ну, спросите меня, что стало символом ушедшего года? Отвечу, песочница. Нет, это не то. Я имею в виду огромные открытые игровые миры, где игрокам дается полная свобода действий. В прошлом году разработчики, ну честное слово, достали рассказывать об этом. Второй Far Cry, третий Fallout, четвертый GTA, словно соревновались за звание самой большой территории. В прошлом году на славу постарались виртуальные кутерье. Посмотрите, как сидит костюмчик на Маркусе Фениксе, на сержанте Сайксе по прозвищу Псих, или на инженере Исаке Кларке. Не игровой мир, а красная дорожка какая-то. Понятное дело, что созданы они не только для того, чтобы прикрыть могучие тела виртуальных героев. Разработчики напичкали их всевозможной электроникой, поэтому они не только, как говорится, в огне не горели и в воде не тонули, но и превращали обладателя в сверхчеловека. В общем, навороченные костюмы в 2008-м были определенно в моде. Из года в год игроделы фантазируют, как сделать игровой мир еще более реалистичным. В прошлом году они выявили простую формулу – все лишнее прочь с экрана. Нет, ну, конечно, не совсем все, а только некоторые элементы, без которых, как говорится, никак. Дизайнеры Dead Space, например, хитро спрятали лайв-бар и счетчик боезапасов. Такой трюк, по идее, должен был помочь геймерам еще больше вжиться в роль главного героя. Не знаю, удалось ли, но выглядит свежо. Но есть еще одна вещь, которая игроками всегда встречается на ура. Это, конечно же, женские формы, и желательно пышные. В Age of Conan, Turgo, Red Alert 3, GTA 4, вышедшие в 2008-м, этого добра было навалом. Ну, что можно сказать? Популярность игр – явление приходящее и уходящее. А женская грудь – штука вечная. Приживется ли эта мода в 2009-м, или Новый год принесет что-нибудь новенькое? Увидим. Ну, а сейчас давайте еще ненадолго перенесемся в прошлое. Потому как для многих российских любителей ММО в 2008-м произошло знаковое событие. World of Warcraft заговорил по-русски. World of Warcraft – одно из онлайновых чудес света. Просто ума не приложу, вот как они собрали в игре 11 миллионов жителей, и при этом всем угодили. Или почему мир действительно красив, хотя все персонажи как будто вырублены топором? Пока все удивляются и разводят руками, разработчики продолжают строить свою Вавилонскую башню. Новым этажом их творения, а заодно и лучшим ее украшением, стало дополнение, названное «Гнев Короля Личи». Я совершенно уверен, что это самая прекрасная часть игры. Мы накопили огромный опыт, мы занимаемся тем, что нам нравится, и, честно скажу, даже остановиться не можем. В «Короле Личи» появилось столько всего нового, что вам и не хочется потом возвращаться в старые земли. Хотя игру и окрестили «Гневом Короля», по духу ей больше подходит слово «Радость». Как и ожидалось, заскучавшие фанаты наконец-то смогут прокачаться до 80-го уровня, а для исследований им откроются обширные земли северного континента. Но самое интересное то, что теперь каждый может почувствовать себя ключевым персонажем мира Warcraft. Каждая локация будет втягивать вас в сюжет. Вы увидите настоящий герой Warcraft, например, принца Артаса, который из благородного воина превратился в предателя человечества. Дитя мое, я с гордостью смотрел, как ты рос для служения справедливости. На самом-то деле большинство игроков, и я в том числе, за этим большим сюжетом не следят. В Warcraft очень много мелких заданий, которые нужно решать здесь и сейчас, не задумываясь о том, как это отразится на глобальной истории мира. Хотя, если следить, то, наверное, интересно. Разработчики сделали все, чтобы игрок забыл о всякой там сдержанности и дал волю жадности. Главным искушением для любого смертного стала возможность превратиться в настоящего рыцаря смерти. И прямо как в этом ролике, щеголять в темных латах с крутым, зачарованным рунами клинком. Хотя и не столь легендарным. Вопреки здравому смыслу, рыцари смерти могут переметнуться на светлую сторону. Не обделять же добрую половину человечества. Особенно, когда цель у компании такая благородная. Раскромсать цитадель зла и огрести кучу опыта. Думается мне, ради довольных подписчиков, разработчики готовы пойти на все. Даже на такую воздушную экшн-погоню с отстрелом гидр и головокружительными пируэтами. Что ни говори, а удивлять игроков, да и просто дурачиться, авторы все еще не перестали. Как это не грустно, или наоборот, как это не здорово. Я вынужден признать, что в следующий год я тоже проведу World of Warcraft. И возможно, самым ожидаемым событием в 2009-2010 году для меня будет не выбор очередного черного президента в очередной далекой стране, а следующее дополнение. Как именно будет, пока неизвестно. Смотрите далее. Мафия 2, Старкрафт 2, Диабло 3, а также в новом году модно играть без мониторов. Как Вин Дизель прокачивает тачки. Это Виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира видеоигр и компьютерных развлечений. В прошлом году мы получили неплохие игры, а разработчики – неплохие деньги. Представляете, оборот игровой индустрии составил 38 миллиардов долларов. А кто-то еще говорит про мировой финансовый кризис. В 2009-м у игроделов есть шанс побить собственный рекорд, потому как в этом году выходят реальные хиты. Смотрим, чего стоит ждать. Мафия, недобитая в 30-х. То есть в первой части она возвращается. Игра, которая захватывает дух, не скатываясь до спасения галактики. Длинные плащи и шикарные машины. Почему-то только иностранцы могут достойно изображать жизнь этих гакстеров. Мафия была единственным клоном ГТА, разработчиком которого после выпуска игры не пришлось со стыда менять фамилии. Пожалуйста, я буду спешить ребенка! Я думал о это раньше. В продолжении этой замечательной криминальной эпопеи действие будет разворачиваться уже после Второй мировой. И это будет продолжение, от которого невозможно отказаться. Погибай. Следующая игра страшная и не политкорректная. Но ее ждут и на нее молятся. А все потому, что серия Resident Evil превратила в зомби уже не одно поколение геймеров. Лучше сами посмотрите, до чего доводят продолжительные сеансы обители зла. После того, как пятая часть Саундхилл опозорила своих создателей до седьмого колена, Resident Evil остается единственным флагманом в жанре сурвивал-хоррор. А с условием того, что в серию возвращается герой первой части, Крис Рэдфильд, который идет практически газонокосилкой по заселенной мертвецами Африки. Ну вы что, шутите? Разве можно эту игру не ждать? Ее сюжет пишет сценарист Фоллаута. Там красивый шрифт. Но не за это мы любим третью Диабло. Есть такое понятие, как вещизм. То есть ты всегда хочешь большего. Если ты взял огромный топор, ты знаешь, что где-то здесь есть топор еще больше. Нравится играть магом или барваром? Или вам это не в кайф? Пока набивается барахлом инвентарь, переполняется радостью игрок. Диявольское искушение вещизма охватит смертных уже в этом году. Старкрафт 2 игра для народа. И не только для корейского. Одни выделяют юниты и тут же губят их почем зря. Другие гордо именуют себя киберспортсменами и делают то же самое. Ну а всем остальным стоит попробовать. Действительно, существуют люди, которые не ждут выхода второго Старкрафта. Это некоторые домохозяйки, многие пенсионеры. Практически все население Нигерии не ждет выход Старкрафт 2. Но любой из тех игроков, который защищал три бункера от лавины зергов, кто уводил подсоконное осадное орудие, чтобы его не сожрали гидролизки, все они, все поголовно ждут в 2009 году новую игру от Blizzard. Вот только не нужно делать недовольные лица и большие глаза. Да, 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 мы не упомянули еще кучу игр. Это и Beyond Gooden Evil 2, и Биошок 2, Dragon Age, Majesty 2, Operation Flashpoint. Список огромный. Но зато будет о чем рассказать в следующих выпусках. А теперь давайте на время покинем виртуальный мир и перенесемся в реальный Лондон. С нами на связи спецкор Виртуалити. Ну, как там дела в Англии? Это самый обычный рабочий день в Лондоне. Все работают, туристы ходят, смотрят достопримечательности. Но в одном месте происходит нечто неординарное. Компания Midway представляет электронное пособие по тому, как перевернуть весь город вверх дном и не попасться полиции. В пособие входит. Виртуальная Барселона. Одна штука. Цифровой Вин Дизель в роли полицейского под прикрытием. Одна штука. Готовящиеся беспрецедентное ограбление банка. Одна штука. Агрессивные преступные группировки. Несколько. Погони, стрельба, захват машин и крутые разборки. Бесчетное количество. На специальном закрытом собрании для прессы компания Midway презентовала свое новое детище – игру Willman. Исполнительный продюсер игры Шон Химерик любезно согласился рассказать о ней подробнее. Willman представляет собой нечто среднее между играми в открытом виртуальном мире и гонками. Но то, что делает Willman особенным, так это набор супер-навороченных приемов. Циклон, прицельная стрельба, захват машины по воздуху и, конечно, силовая борьба на автомобиле. Такая борьба берет свои корни из файтинговых игр и кинобоевиков. Здесь это не просто толкотня на машинах. Здесь мы показываем мощнейшие столкновения, настоящее месиво, которым управляет игрок. Вы просто двигаете правым стиком на джойстике во все стороны, и противники разлетаются кто куда. А если хотите разборок по заковыристи, то тяните на себя ручной тормоз, разворачивайтесь и начинайте прицельную стрельбу по недругам. Это и называется циклон. Все это вполне в ваших силах. Вот это и мы называем экшн. Предоставленная британскими разработчиками уникальная возможность попробовать игру в действии не могла оставить меня равнодушным. Ну что можно сказать, буквально поиграв минуту? Захватывает моментально. То есть, если в других играх можно еще полюбоваться пейзажами, то здесь расслабляться вообще совершенно некогда. Погони, погони, стрельба постоянная. Вот сейчас меня окружает полиция, и расслабляться ну просто нет совершенно никакого времени, ни секунды. Бортовать их нужно как можно больше жать на курок, на газ, и тогда точно возможно можно будет оторваться. Но оторваться от игры невозможно. Бедная моя тачка, на самом деле. Она уже из себя представляет совершенно нешим. Мясо, фарш. Вообще, в реале жизни такого совета не повторять. Бам! Блин! Похоже, что игра имеет все шансы стать хитом года. Это блокбастер, который вы творите своими руками. 30 основных из 105 дополнительных миссий захватывающего гонка, геймплея, полностью интерактивное окружение, особый саундтрек и машины в качестве оружия делают игру Willman настоящим мастхевом 2009 года. Смотрите далее. Новейшие гаджеты 2009 года. А также, под чью дудку пляшут геймеры. Это виртуалити. Мы вернулись. Смотрите, какая у меня есть игрушка. Вот он, манипулятор 21 века. Нейроимпульсный агрегат. Вы, наверное, думали, что такие штуки выглядят как-то по-другому. Ну там, ворох проводов, куча электродов. Так вот, я вас огорчу. Чтобы управлять героем при помощи бета-ритмов мозга, хватит этого резинового обруча. Правда, играть со своими альфа-бета-волнами и одновременно с друзьями по сетке, это все-таки удел избранных. Так что для новичков есть второй режим. Более, так сказать, прямолинейный. Стиснули зубы. Герой побежал. Моргнули. Выстрелил. Повернулись направо. Герой посмотрел направо. Только не дай бог вы разозлитесь, будучи вооруженным бензопилотом. Вот что он работает с импульсами, но импульсивным людям противопоказан. Разработчики советуют играть, медитируя, расслабившись, не думая о плохом. Наконец-то геймерам пригодится голова. Искусственный интеллект. А где у меня супер-очки? Сейчас у меня перед глазами висит 48-дюймовый стерео-монитор. Не HD-плазма, конечно, а всего лишь 640 на 480. Ну и глаза у меня не помидоры. Главное, что играть можно и фильмы смотреть. Помните, раньше видео-очками пользовались только сумасшедшие ученые из фильмов? Было, правда, кое-что убогое и для видеокарт. Только они глаза выжигали, как атомный взрыв из Фоллаута. Да и вообще в них запрещается ходить, плясать и водить машину. Видимо, кто-то уже пробовал. А вообще какая разница? Зато телик не нужен. Очки всякие, обручи на мозг. Пора позаботиться о пятой точке. Для тех, кто любит комфорт, даже придумали такой мегастул. Садишься в геймерское кресло, а там и колонки играют, и кнопочки мигают, а под собой даже виброотдача гудит. Нет, ну вы, конечно, и сами можете в домашних условиях такое сделать, положив под сидение DualShock. Но лучше довериться профессионалам. Самое интересное, что сколько бы новых девайсов не появлялось, олдскульные по-прежнему не забыты. Да и вряд ли когда забудутся. Искусственный интеллект. А когда появился первый аркадный автомат? В сентябре 71-го года в Стэнфордском университете был установлен первый автомат с игрой Galaxy. О, понимаете? Уже 40 лет почти прошло, а они все еще популярны. Не верите? Зря. Высокие технологии — это очень круто, но стоит помнить о том, откуда произошли эти самые видеоигры. Конечно же, из старых добых игровых автоматов. Это те гаджеты, которые точно позволяют себя почувствовать сильным человеком. Его величество — аркадный автомат. Прародитель домашних виртуальных развлечений. Название этой машины произошло от слова «аркада» — крытая галереей магазинов, где традиционно размещались эти игровые кабинки. Они стали серийно производиться в самом начале 70-х и моментально завоевали популярность в США, Европе, а потом и в Японии. История каждого из этих автоматов хранит в себе весьма примечательные факты. Так, например, первый гоночный симулятор Grand Track 10 от Atari принес фирме убыток в 500 тысяч долларов из-за того, что себестоимость аппарата была на 100 долларов выше, чем цена, по которой он шел в продажу. Та же игра Street Fighter 2 вошла в игровую книгу рекордов Гиннеса как первая игра с применением комбо-ударов. А такой механический автомат, как футбол, в нашей стране всегда было принято называть шашлык. А каким феноменом стали аркадные автоматы в СССР? Люди, кому сейчас от 30 и выше, прекрасно помнят эти неуклюжие кабины морской бой, баскетбол, тир и другие, установленные в домах культуры, кинотеатрах и ЦПКИО. Это были настоящие порталы, только начинающие зарождаться цифровой мир. И всего за 15 копеек за сеанс игры. Немного советских игровых автоматов дожило до 2009 года, но им на подмогу уверенно пришли их заморские собратья. Технически гораздо более совершенные и зрелищные. Тот же Time Crisis позволит вам наколбасить сотню-другую террористов или зомби. Need for Speed проверит ваши водительские навыки на виртуальных виражах, а танцевальные симуляторы заставят вас хорошенько растрясти жир, наступая на огромные кнопки под диск 80-х. Кстати, эти кибертанцы снискали себе такую популярность, что компания Konami в 2006 году официально заявила, что Dance Dance Revolution будет использоваться как часть программы по физической культуре почти во всех государственных школах Западной Вирджинии, США. В общем, погружение в виртуальный мир обеспечено полное. Причем даже едва ли не большее, чем дома перед персональным монитором. А если не верите, то просто соберите друзей и устройте себе вылазку в ближайший салон аркадных автоматов. Сразу увидите, что, во-первых, царящую там атмосферу веселья дома достичь практически невозможно. Во-вторых, эти игры не затянут вас слишком надолго, так как у вас быстро кончатся деньги. А в-третьих, если приглядитесь, то вы заметите, что люди, играя в игровые автоматы, улыбаются гораздо чаще, чем сидя за компьютером. Наверное, аркадные автоматы это и есть настоящее путешествие в детство, в страну грез. Все-таки есть вещи на порядок выше. Слышишь? Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше. Слышишь? На сегодня все. На следующей неделе вас ждет самая новая и интересная информация из мира видеоигры компьютерных развлечений. С вами был Макс Васильев. Стэндбай.